Число заразившихся опасной инфекцией жителей нашей страны достигло 42 853 человек. С начала эпидемии умер 361 пациент. Выздоровел 3291 человек. Резкий рост количества заболевших COVID-19 омрачил воскресный день. За последние сутки коронавирус обнаружили еще 6060 человек в 79 регионах. Число жертв уханьского гриппа также оказалось рекордным – 48 пациентов. Накануне эти показатели были меньше – 4785 заболевших и 40 умерших. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека. Из 48 погибших пациентов с диагностированным коронавирусом больше половины умерли в Москве – 28 человек. В Московской области ушли из жизни 9 пациентов. Жертвами COVID-19 стали трое жителей Пензенской области, двое – Республики Башкортостан. В Ингушетии, Ставропольском и Краснодарском краях, Липецкой, Мурманской и Новосибирской областях умерли по одному человеку. Наибольшее количество новых заразившихся оказалось вновь в Москве – 3570 человек. В Московской области заболели 709 жителей. На третьем месте печального рейтинга оказалась Нижегородская область – 129 новых пациентов. Далее следует – Санкт-Петербург – 114 заболевших, Архангельская область – 68, Мордовия – 60, Тульская область – 58, Краснодарский край – 48, Чечня и Оренбургская область – 44, Мариел – 43, Ингушетия, Рязанская и Тюменская области – 42, Республика Саха, Якутия – 41 человек. Полный список заболевших по регионам смотрите в таблице. Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Об этом говорится в видеопоздравлении президента с Пасхой. Глава государства заверил, что все ограничения, веденные властями, необходимы для борьбы с коронавирусом. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире, коронавирусной инфекции, сказал Путин. Он также поблагодарил всех, кто протягивает руку помощи ближним. У нас в народе говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать, все будет хорошо с Божьей помощью, подчеркнул президент. Вчера ушел из жизни заразившийся коронавирусом депутат Мособудумы Иван Жуков. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил наградить его орденом посмертно. Сегодня стало известно о том, что в Москве увеличилось количество бессимптомных носителей коронавируса.